Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. 2800-летнее место поклонения под открытым небом найдено в Харберте, Республике Западная Армения. Переиздана книга Гуар Мартыкян о Леониде Аскалдяне. Это Армения и точка. Мы осуждаем устребление президента Азербайджана против территориальной целостности Армении. Ответ Министерства иностранных дел Армении. Заявление президента Азербайджана является доказательством политики геноцида в отношении армян. Защитник прав человека. Турция занимает 153 место из 180 стран по уровню свободы прессы. Сегодня день рождения Татула Карпеяна. Память о жертвах геноцида против армянского народа. Место поклонения под открытым небом из Араратского царства, которому 2800 лет восходит к исторической крепости Харберт в провинции Харберт Республики Западная Армения. В этой овально-плоской каменистой местности в юго-западной части крепости Харберт есть место жертвоприношения, лестницы, скамейки, ниши и другие сооружения другого назначения. Эта территория, вероятно, использовалась для религиозных церемоний. Территория открытого храма должна способствовать включению Харберта в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время крепость находится в списке заповедников ЮНЕСКО. К настоящему времени в крепости Харберт на западной границе Араратского царства были обнаружены три святилища, наиболее важным из которых считается святилище на юго-западной стороне крепости. Писатели прозаик Гуар Мартыкян, автор книги «Это Армения и точка» Леонид Азгалдяни сообщает о новой публикации книги на своей странице в Facebook. Книга переиздана и продаётся в книжных магазинах «Букинист» для всех, кто, как и Леонид Азгалдян, убеждён, что Арцах — это Армения и точка. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нахдалян сослалась на заявление президента Азербайджана Эльхама Алиева, который в интервью одному из азербайджанских телеканалов пригрозил применить силу против Армении. Армен Пресс представляет комментарий официального представителя МИД Республики Армения в ответ на вопрос СМИ. «Мы решительно осуждаем стремление президента Азербайджана применить силу против территориальной целостности Армении. Подобные заявления наносят серьёзный ущерб региональному миру и стабильности. Они раскрывают ложный характер недавних заявлений Азербайджана о мире и примирении. Примечательно, что подобную угрозу исходит накануне годовщины геноцида против армян с целью выступить перед армянским народом с позиции силы. Мы находимся в постоянном контакте с нашими стратегическими союзниками, а также со всеми нашими партнёрами, заинтересованными в мире на Южном Кавказе. Армения примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности». Защитник прав человека Армении Арман Татуян сослался на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который с силой и открытыми угрозами высказался обо всём населении Армении. Вот выдержки из заявления защитника прав человека Армении, цитируемого Армин Пресс. Президент Азербайджана 20 апреля 2021 года в интервью главному азербайджанскому телеканалу рассказал обо всём населении Армении с явной угрозой применения силы и войны. Касаясь территории Суверенной Республики Армения, он рассказал о создании так называемого Зангизурского коридора и изгнании населения Армении. Президент Азербайджана также отметил на реализацию программы «мобилизованы все силы». Таким образом, 101 год спустя азербайджанский народ возвращается в оккупированный Зангизур. Президент Азербайджана, как ему кажется, демонстрирует достоинства азербайджанского народа, считает его нравственной и психологически выше армян. Очевидно, что таким образом президент Азербайджана разжигает межнациональную рознь на высшем государственном уровне, то есть пропагандирует ненависть к армянам и проводит публичную пропаганду вражды. Международные организации должны учитывать, что именно их молчание способствовало ещё большим зверствам со стороны Азербайджана во время войны, сопровождаясь невероятно грубым нарушением прав человека. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» опубликовала свой ежегодный индекс «Свободы прессы», сообщает Эрмени Хабер. В отчёте говорится, что Турция занимает 153 место среди 180 стран по уровню «Свободы прессы». В 2020 году в том же отчёте Турция заняла 154 место, в 2017 – 155, в 2018-19 годах – 157 место. Было отмечено, что цензура электронных СМИ, особенно в Турции, усилилась, и текущее положение СМИ находится под большой угрозой из-за ограничений, введённых в борьбе с коронавирусом. Турция продолжает оставаться страной с наибольшим количеством заключённых журналистов в мире. Следует отметить, что в Турции, не исключая и оккупированной территории Республики Западной Армении, журналисты и работники различных СМИ регулярно подвигаются физическим пыткам. Первое место в списке занимает Норвегия. Армения занимает 63 место, а Азербайджан – 167. На последнем 180 месте находится Северная Корея. Татун Жоржикович Карпеян родился 21 апреля 1965 года в селе Аре-Каталинского района Армении. С 1972 по 1982 годы учился в средней школе родного села. После окончания школу служил советской армией. В 85-86 годах учился и с отличием окончил Таллиннское профессионально-техническое училище номер 76. Затем в 87-90-х годах учился на истерическом факультете ЕГУ. На четвёртом курсе университета Татул присоединился к армянскому освободительному движению. В 87-89 годах Татул был членом организации МИАЦУМ, направленной на воссоединение Арцаха с Арменией. Во время учёбы в ЕГУ пел в ансамбле народной песни и пляски «Маратук». Собирал и спасал от забвения песни и танца о народной и национально-освободительной борьбе. Он основал ансамбль народной песни и танца «Карс» при Ереванском государственном университете. В сентябре 1990 года Татул уехал в Арцах, где ситуация продолжала ухудшаться. В сентябре 1990 года по май 1991 он руководил самообороной региона Геташен – Геташен-Мартунашен. От азербайджанских вооружённых сил, российской армии и полицейских групп со своей собственной вооружённой группой. Его звали Геташенский Орёл. Умер 30 апреля 1991 года во время операции «Кольцо». 20 сентября 1996 года ему было присвоено звание Национального Героя Республики Армения, награждён Орденом Родина, был женат и имел дочь. Татул однажды сказал «Почему вы боитесь смерти? Я готов умереть за землю прямо сейчас. За землю, за нацию. Я никогда не сяду в Ереванский аэропорт со словами, что сдал Геташен. Я здесь умру, но такого не сделаю». Последние слова Татулы Карпаяна. Уважаемые соотечественники, граждане Республики Западная Армения, представляем вам список мероприятий, посвящённых памяти генназида против армян 24 апреля. 24 апреля 2020 года в субботу состоится следующее мероприятие с участием официальных лиц Республики Западная Армения. Париж в 11.00 собрание перед памятником Комитасу на площади Канады. Леон в 11.00 поминовение перед мемориалом на площади Антонина Понсе. Марсель в 11.00 место встречи перед памятником Мать и её четыре сына в мемориальном парке 12-го квартала. Трагиньян в 17.00 перед памятником Армении на Алле-Даземар. Мендельё в 11.00 поминовение перед Хачкаром на площади Армении. Антип в 15.00 поминовение перед памятником Маришо на проспекте 11-го ноября. Ереван в 11.00 возле мемориала геноцеда против армян Титарнака Берта. Далее для вас тейко из дивизии Хачкар-Дерт от Уль-Карпаян. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...